всем привет вещает сибирский медведь и продолжаем нашу рубрику смотрим игры различных игроков топовых на своих чемпионах сегодня у нас в нашей рубрике будет азир и сразу вся команда куда-то идет на mid lane это одиночная партия ранговая игра наш игрок получается гранд мастер опыт игры на азире 373 сразу инвейт на вражеский лес и делают килл просто получается я не помню кого не убили вам триста на если не ошибаюсь общем просто размочали вот не очень много по сравнению с другими игроками которых я показывал на сыгранных героев ну любом случае опыт большой и ранг очень большую посмотрим игра должна быть интересная давайте посмотрим что у них по команде на топе гаран против пантеона в лесу где карим против амуму на меду катарина против нашего азира и на боте 300 нас нами против израиля и барда кстати у нами там почти 800 тысяч очков ну в союзном лесу на мумо что-то около 500 тысяч очков короче там такие задроты игра честь слова скажу первым и там покупает наш персонаж наш герой получается кольцо дарана и начинается тут пипирками хвастаться садисами не улучшен до 7 ранга пытается дразнить байтит ее наведите какую-то агрессию не улучшен до 7 ранга значок ранга это автология и пока потихонечку подхорашивает азиру тут обменивается любезностями со вражеской катарины катарина пока естественно пассивничает и азир это понимает что на начальном этапе она слаба тут приходит гикарим пытается гонгануть все еще продолжает квасаться гикарим наяривает ему по спине а козер отходит начинает огрызаться все приходит тому мы начинается контр джанглер контр джанглинг в общем все поразменялись и подрались все довольны все разбежались нормально как прямо вот недалеко от моего дома в пивнушке также там алкашня соберется поделется и разбегается пример не очень конечно нас не знаю почему-то в голову это не пришло азир на самом деле очень сложный герой просто оставить на нем линию в принципе можно да вроде не такой сложный казалось бы но вот именно у него есть очень много разные механики очень много разных комбинаций дает кстати подлетает козеру дает и гнает азир нажимает нажимает щиток и получается призывает своих солдатов и забивает катарину придавить этот момент посмотрим повторим очень красивый час мог был так давай где-то сейчас будет происходить получается катарина прыгнула я не видел на кинжале не дайте просто проанализируем посоль еще раз о кидается кинжал катарина прыгать на кинжал тут же получается наносит урон вроде начинает отступать тут же призывает азир своего солдата у него два солдата начинает наносить урон катарине вот она разворачивается принимает решение по ходу они на крипа добивает здесь она уже получает пару точков прыгает сразу на ежке получается козеру дает еще один кинжал тут же дает и гнает зарабатывает получаться щиток у азиром очень остается мало хп у азира катарина еще раз прыгает прожимает щиток и вот она вот она заветная получается победная победный выстрел от башни то бишь башня помогла зиру красивый момент на самом деле очень красиво сыграно азиру очень сильно повезло что катарина разорвала достаточно дистанцию чтобы что получить урон от башни потому что возможно так бы он бы не смог бы и одолеть уж там буквально еще одна тычка и он бы умер тут скорее ну конечно да человек видно что расчет тоже был но опасно опасно отыгрывал момент ну башня пришла на помощь катарина много не рассчитала прыжок куда можно далеко далеко залететь козеру все уходит на телепорте получается смотрим что по фарму у него 23 против 10 фарма катарина катарина сейчас совершила роковую ошибку теперь будет очень сложно реабилитова реабилитироваться и нужно много фармить теперь как-то слушай она уже кстати он формулируется пока сейчас придет зерна линию на уже сравняется но при этом у него азира уже есть один кило один асист в целом по команде команда красных пока что немножко впереди вот но команда синих тоже не отстает уже один тел сделал гикарим так выходит бард пытается прохарасить катарину но она беспорона спокойно уходит но просаживает борту и по хп также начинает азир дальше активно фармить катарина съедает фляшечку на здоровье не пополняем азилия добивает тележку я думаю дальше катарина попытается только себе как-то реализовать либо при помощи лесника либо просто 6 подхорошивает маленечко азир катарину кстати давай посмотрим руны и совсем забыл про никакие используют руны это данный чемпион игрок игра через стремительный темп получается через точность основную ветку вторично идет получается ветка колдовства дальше вы можете посмотреть если что уже сравнить что это за руны что они дают так как это не гайд это просто аналитика и осмотр обзор игры хорошего игрока на данном герое есть еще один игрок получается это вообще на сайте топ-2 игрок кру сервера вот к сожалению на топ-1 я не смог посмотреть игры по какой-то причине они недоступны выдать можно как это настолько делать чтобы другие игры не могли смотреть по штамм реальные игры очень хорошие счета очень такие прямо сексуальные я бы с удовольствием посмотрел и там такие прям бои скорее все очень знатные но к сожалению нет возможности поэтому смотрим данного я человечка но я думаю что он тоже неплохо себя покажет очень хороший хорас катарине на самом деле очень сложно стоит сейчас будет прыгать на кинжал нет не прыгает выходит гикарим на ганг катарина прыгать на кинжал начинают набить озеро зиру до эту ульту и уходит флеш от катарины щиток от озера и прилетает в итоге кинжал кинжал прилетает пытается бард прийти помочь но уже поздно все пытается переспасти сам барта злобного 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 гикарима так пытается очень прохарасить прыгает катарина пытается еще немножко от отыграться то бишь еще хочет киллов гикарим разгоняется так бард просто сейвит и получается у катарина килга до катарин кинжал то бишь отыгралась катарина при поддержке своего лесника возвращаемся на zero ну там повтор смотреть нет смысла принципе просто им хотя хоть и озеро среагировал моментально но гикаримова толкнул получается ближе к воде с верхней части да и он уже не так просто было уйти хотя оказалось бы вроде уже ушел и щиток прожал но кинжал катарина достык своей цели пытается разбойте катарина прыжок прыгает катарина кинжал и тут же получает урон вы прилетает 300 на ульта катарина и взрывают просто озера 6 6 жесткий жесткий сейчас был инвэйт от вражеской синей команды бот-лэйна выходят они на мид и делают kill просто взорвали нафиг озера и таким образом у нашего zero уже счет 2 1 2 1 и 2 кило у катарин 2 кило лады к и пока что две смерти у них угар на и ну 0 смертей 3 ассиста у саппорта очень активно кстати пытается помочь бард своим мидер возможно ребят играет вместе катарина уходит активно фармить под башней крипов азир но это пойма азир не теряет надежды пытается спровоцировать катю на драку катарина не провоцируется байтит его выход так приходит видно видно виднеется гикарим ну скорее всего zero видит отступает отступает до на боте тоже происходит какая-то баталия скорее всего гикарим возможно будет часто отступать туда либо будет ждать поджидать момента пытается катарина побраться поближе к озеру прыгает на него уже попадать под уйма солдат ульта под башню и отлично отлично вот одна из механи которую нужно освоить получается катарина прыгнула чудоще положено и под ультой zero улетают прям под башню но азир очень остался на краполях ему надо уходить безопасным да 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 максимально безопасно чтобы не выскочил откуда-нибудь гикарим хотя в гикарим не выскочит он вроде на боте и нет вроде у на боте нету а вот-вот вышел вышел на бот посмотрим что там происходит да заходит сзади отдает ваш израиль но умирает а мы спасается бегством ну скорее нет он умрет да умер успел гикаримова добить не отпустил ни бинта не адыка и таким образом счет идет вровень получается нет какого-то определенного преимущества прямо здесь прямо вот вы его ценю на этих рангах очень бои прямо идут такие значит напряженные нету такого что прямо не хотя нет в ром видел игры которые была полная доминация я не стал просто не стал записывать и посмотрел слишком слишком легко и просто никакого так сказать никакой интриги нету сразу призыватель сала вперед по-прежнему продолжает активно харасить катарину не давайте фармить на самом деле это правильная политика чтобы не надо давать убийцы фарм ну желательно еще не давать ему кивы так будет ставит тут же на кинжал своего солдата провоцирует опять же катарина на прыжок катарина прыгает тут же получает урон выходит бард на помощь все и которые находят под башню скачок скачок от панк пантеона выскакивает и убивают катарину просто без шансов таким образом получается два убийства пантеона на смерти при ассиста и третий килл получается у азира такой счет у него хороший получается 321 на топе нападают вместе с самому на гарана и гаран улетает в общем команды синих пока что якорь команда это гаран гарана гнобят убивают и пока что вот единственное единственный камень представления скажем так азир пока пытается фарм пластины ну и просто пушит башню заметил кстати на высоких таких вот рангах вот эти сейчас пошел азир а нет он варди просто поставил king quark очень хорошо заваржена получается нижняя часть леса оба уходит уходит на своем солдате вылетая тут же лесник ноги азир прямо четко почувствовал эту ситуацию что что-то тут не ладно да и сразу отступает так начинается драка в лесу сразу озеро идет туда пытается катаринам помешать прыгает вылетает 300 на пытается также нанести у максимальный урон на азир азир уходит в ультимейт барда чтобы не получить критический конь взрыв обходит с другой стороны мало очень хп критично мало у азира пытается вылетает гаран не не передумал передумал оглушает получается бард дает получается солдата азир убивает катарину которая пытается застилить вылетает гаран получай азир азир делать дабыл пил я не понял куда ушла ульта гарана ну ладно и карим гонится за азиром азир уходит получается на свою территорию и уже карим ничего использовать не может если только был бы flash но но это было бы опасно все и таким образом получается у азира уже 5 килов он делает дабыл kill я правда немножко не понял давайте посмотрим момент еще раз мне просто интересно как этот момент поступил гаран то что ульта от гарана была на возможно азира щиток использован был либо гаран попал в бардах хотя у них там вроде обоится по было очень мало дать посолить повтор повнимательней вот вылетает гаран тут же выходит получается бар блокирует его получает гаран от башни тут же прилетает солдат от азира азир держит дистанцию прилетает оглушение от барда дает бар такой гнот на катарину дает еще и тычку вылетает катарина вперед и по úplos же получается уходят к его озеру ну катарина тут конечно новин деваться уже просто не было вот вылетает получается гаран нажимает щиток хиток получается спасает азира и счет дает флэш получается убивать гарана до получается спасает азирась щит вовремя человек Antoniajمكن пророжил щиты и спассяback началась погонник к сожалению бард умирает азир хотел помочь но уже понимаешь что делал швах нужно бежать бежать пока самого там еще не насадили на этот на эту секиру которую гикаримов в руках всем интересно скидывал маму это что за скин такой интерес я сначала думал как это грязная туалетная бумага белый с какими-то черными проживыми и первая башня красной команды падает на миду и не убивают пантеона причем убивают нами первый килл у нами кстати один килл 0 смертей и 9 ассистов неплохо отыгрывает нами также неплохо команды противников отыгрывает гикарим у команды красных получается хорошо отыгрывает азир пока что активно помогает ему в бард и в принципе на этом все остальные ребята просто держатся ровно но особо никто не выделяется так вылетают пытаются напасть на нами а на гикаримов извиняюсь начинают его харасить вылетают все ну и гигарим уходит на фонтан не успел парень убежать получает получает оба оба чемпиона по тачке от башни приходят нами на дэв башни получает сразу стана тому у ульта тому мы пытаются как-то застанет башню но нами нами не убирает 300 на пошла погоню выкидывается азиры ультует но драка закончена не успевший начаться непонятно кто то ситуация мог победить потому что там все как моментально действовало ну видать азиру посчитал что то драка очень опасно и решил ультануть чтобы не рисковать берет синие уходят на телепорте назад очень хорошо заваржен сейчас нижний лес кстати заметьте вообще нижний верхний лес очень сильно заваржен получается три поля раз два три три пинк варда стоит и раз два три четыре простых вардов и один получается сверху давать посмотрим как у синей команды с этим обстоит дела а у синей команды все просто них ни хрена нет вардов не у дома есть один вардик и два вардика на ботлэйне все не густо на самом деле в этом плане у команды красных все лучше видно то бишь у них по вижену больше преимущество нападает на катарину через стенку но катарина уходит и в итоге силу азиру и достает через стенку посылать их салатов убивает пытается помочь убить где карима убивает азиру уходит тел килисон солдатов пытается перерезать путь и отступления вот войну бакет пузырь от нами продолжается погоня убивает а дк в красной команды а дк синий команды нет саппорта саппорта извиняюсь и делают даблкил на бот им ребятам из красной команды и походу это будет у нас башни на ботлэйне пошла легкая доминация команды красных азир вырывается вперед собирает себе киллы амуму забирает вражеский фарм и азира решает как и вот и решает уходить не хотят форсировать события дальше дабы не нарваться на каких-нибудь неприятности давайте посмотрим что у нас по сборке у азира получается у него первый предмет уже собран это зуб на шором и походу собирает шляпу рободон интересно кстати вот ну уже кстати у этого человека он сразу собирает ботинки да потому что уцелил люди которые играть на зои и не только на зои то там получается сборка была ботинок буквально через после третьего или четвертого предмета ну то лишь ботинки покупать сразу потом они только собирать уже чуть-чуть позже же покупатель покупает пожаратель душ миджай нас так она и на 10 и тут же приходя на линию начинается агрессивная агрессивная игра лазир чувствует свою доминацию и теперь пытается постоянно харасить напрягать оппонентов то бишь наносить постоянный урон ульта от израиля на top lane так смещение на top lane там начинается драка красная команда туда уже сместилась синяя пока еще нет начинается убийственное шествие все убивают без проблем 1 вот адыка пытаются убежать и карим бывать карима влетает гаран не непонятно что рассчитывать сейчас гаран ульты снимает себя контроль земну влетает на него катарина пытается катарина тут-ой отыграть убить адека пока у него не получается ADK убивает катарину гаран убивает получается борта и теперь гонится за ADK ADK своего попадает флеш получается влетает ну и jk есть автоак то пиши тому большее то драться с граном и тут же еще и пантеон но теперь теперь расплосатся без муси гарану амума с ступает не лезет Гарен бьет по шишке И пытаются его догнать Сейчас Гарен, скорее всего, будет бегать по... Нет, убегают Убегают, да, через центр, я думаю, что пойдет наверх Еще при этом умудряются Фармить, Пантеон пытается догнать Гарена Не, давай посмотрим на этот момент Где? Догоняется, все-таки он его Начинает атаковать активно, активно, активно Так, еще И вылетает Гикари, мешает Пантеону Я так и знаю, что сейчас кто-то что-то произойдет Теперь уже Пантеону, приходится спасаться бегством Очень много получил урона, но не стал Гикаримова добивать, побоялся, потому что Туда уже шел как раз Азир А все-таки Гарен ушел Спасся, спасся Мужик из Димасии Кидается Азир Опа, получает очень большой урон от Катарины Но Туже ее раздамажил в ответ Если бы сейчас, наверное, был бы Была бы ульта у Катарины То, возможно, она бы сделала Кил Азира Хотя он бы ее, скорее всего, сбил бы своим ультимейтом Забирают башню на миду, наконец-то Красная команда И тут же нападает Гарен На Пантеона Ну, Пантеон ему объясняет, что здесь тебе, браток, не рады Ты тут уже не хозяин Ставит Азир свою башню Это, если что, у него пассивка И дальше Поджимают, то бишь, своих крипов Под вражескую башню И телепортируется Когда Азир уходит с линии, его башня почти сразу разрушается Смотрим Получается, по фарму По фарму команда синих немножко отстает То бишь, у команды синих 34 тысячи голды У команды красных 39 Что по предмету? Шляпа Рабадон собрано Собрано, получается уже полноценных 4 предмета у Азира А у Катарины пока что еще только один предмет собран Плюс ботинки, то бишь, 2 айтема Но Азир довольно-таки основательно перефармливает В целом всю команду их Вообще, ребята синих очень сильно отстают по фарму Да, если так смотреть У каждого конкретно Вроде, если в целом смотреть на сумму не так значительно А вот если смотреть индивидуально То довольно-таки слабо по фарму у ребят Нападает Барт на Пантон Катарину Влетает туда же Азир Пытаются ребят спасаться объектом Азир переключается Отзанивает саппорта и адеквата У него это получается, чтобы они не зашли с тыла Но никакого разве не происходит Обе команды живы Но команда красных прямо чувствует свою доминацию И прямо реализует ее по полной Забирают дракона Пантеон дерется на миду, пока ребята берут дракона Идет на мид Азир Скорее всего сейчас будет возможно дракон Врывается Азир Нажимает пантеон Йому Пытается догнать убегающих оппонентов Ультует нами, начинается драка Пантеонов окусят, влетает Получается, я вижу, когда он влетает Влетает Азир, получается в мясо Ультует Катарина, уходит Азир Уже уходит на фонтан И тут же всю команду убивают В общем, они довольно текущно влетели И попались прямо под ультой Катарины Данная драка Данная драка, по сути, получается в минус красной команде Больше они потеряли, чем приобрели Потери Три в два, получается, да? Три в два, если я правильно Да, потерял Убили Катарину и убили Гекарима Но команда потеряла Израиля, Азира и Амуму Ну, попались просто под ультой Катарины Собственно, это и зарешало Нападает, зажимает АДК АДК выливают урон Барду Барду убивает И тут же убивает Пантеончик Нормально Интересные, конечно, тут бои На самом деле, очень интересные Насыщенные драки Жестко, жестко Все очень быстро, моментально Гаран убивает Пантеона Гаран уже потихонечку отыгрывается Да, у него уже 4-5-6 Уже не так отстает, как в начале было у него У Пантеона 6-4-8 У Азира уже 10 киллов 4 смерти и 4 асиста Влетает Гекарим Пытается убивать нашего мидера Ультует Азир, его зажимает нами С другой стороны пытается спастись Еще и убить пытается нами Но влетает Катарина и мешает Планам нашего мидера Теперь начинает Катарина гнаться за Израэлем Ультует Бар, чтобы спасти Израэля Израэль еще пытается откидывать Но попадается на У... На, блин, посмотри, что происходит вообще просто Влетает Гекарим Израэль остается маленько хп Он еще огрызается, еще и убегает Теперь пытается Амуму убить нами Но у него не хватает урона Еще влетает Тристана Все, это смерть маленькой мумии Влетает Пантеон, пытается спасти Амуму Также влетает Барт Убивает Катарину Гарен убивает Амуму Ух, пошли размены жесткие Пантеон нападает Начинает драться с Гареном Рядом находится Тристана И вместе с АДК, скорее всего, да Нет, там Израэль пришел и убивает Получается, да, Израэль делает даблкил Но Пантеон убивает Получается Команда Красных потеряла всех Отлично Ух, блин, здесь не всегда успеваешь следить за всем происходящим Поэтому, возможно, путаюсь где-то что-то Так что, как-то так 22-ая минута идет игры Блин, такое ощущение, как будто я уже 40 минут тут сижу И реально, как будто сам там играешь И напряг такой лютый просто Каждый файт это просто жесткий-жесткий напряг Влетает Гикарим ТПшится Израэль Пропускает, получается, не так много урона по нему проходит Катарина влетает на ультимейт И тут же перекрывает своим ультимейтом Азир Но Катарина спасается с Жоней И Азир уходит на фонтан Да, получается, Азир ультует только после ультимейта Катарины Но, к сожалению, это не помогает Очень много урона Плюс сокомандники Катарины рядом Так, начинается погоня Гикарима за Бардом Попадает Гикарим в засаду и легко умирает Амума начинает вылетать, ультует Команда подтягивает Амума очень много урона получает И в итоге умирает Слишком-слишком опрометчивый был шаг Сейчас со стороны лесника красной команды Азир бежит на помощь Ребята там продолжают форсировать события Драка возле Барона Возможно, что сейчас какая команда победит Будут пытаться забрать Барона Да, видно, Бард пытается там ходить Инвейдить Получается смотреть Вардить все на свете Чтобы все просветить Все было видно Чтобы все было замечательно Команда красных в этом плане Кстати, очень хорошо отыграет У них все заваржено И вражеский лес И свой лес В общем, любое перемещение В лесу Не останется незаметным Тем более, при условии Что там есть Гикарим Это прям, ну, правильная необходимость Гарен решил пропушить топ лейн А тем временем Азир решил пропушить бот лейн Бард бежит на топ лейн Походу сейчас будет пытаться как-то А нет, все, уходит Передумал Азир пока концентрированно фармит И идет по По боту Все, дальше он отступает Интересно, что Азир же собирает На пробивание предмет Или все-таки Так, купил он фляжку Вот это вот Пополняемое изделие Какое оно называется? Эликсирь волшебства Оно усиливает силу умений вроде Сломали вторую башню на мидлейне Синяя команда, красный В общем, пока все неоднозначно Счет, кстати, почти сравнялся Синяя команда немножко отстает Но не сильно По фарму, кстати, они уже почти сравнялись На 2000 отстает Синяя команда Влетает Дикарим на ультимейт Уходит на солдате Азир Спасается бегством И тут же пытается ему дать урон Влетает на ультимейте Пантеон На дракона Тут же прилетает ульт Атнами Дает Флэш отдает бард Драка с Гареном На Гарен нападают Азир выжидает Азир пока не тратит Все, начинают бить Гарена Гарен уходит в кусты Пытается отыграть через Азир 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 огрызается Вызывает солдатов И все Рано уртует Гарен И получается уходит на фонтан Ребята Тем временем убивают Амуму Продерживается драка Гикарим влетает на ДК ДК пытается спасаться Бегством убивают Получается Каталину убивают Гикарима Догоняют Получается Тристану Тристану уходит на Ешке своей У Тристана мало хп Но скорее всего Гикарима Да Азир ее поймал Уйти от солдат Азира не так-то просто И делает Азир 3 полки Получается У него 14 кило 6 смертей 5 ассистов И тут походу Сейчас будет забираться Барон Да Они вдвоем будут забирать Я думаю они спокойно справятся Ну и пока смотрим Что происходит У команды противников У Катарины 10-11-12 килов Как бы Ну счет такой Очень много смертей у Катарины И Неплохо у них получается Отыгрывать Тристану и Катя И очень хорошо Саппортит нами Ну все-таки у нами Там почти миллион очков Как бы Подразумевается По то что Саппорт должен быть Хороший Опытный Вот напоминаю У команды Красных еще Так же очень опытный Игрок Это Амуму Ну честно говоря Врывы от него Немножко промечивают То бишь команда Еще где-то не совсем рядом Он прям врывается жестко Ну отвлекает на себя Зачастую Вот например Драка на воде Предыдущая была Да В районе Гнезда дракона То он Отлег И ребят Спокойно убили Гарна И потом в итоге Убили всю команду Так Игкарим пытается Вместе с Катариной Как-то напасть на Азира И получается Пантеоны И Амуму Нападают сзади Все Начинается драка Влетает Гарен пытается уйти Очень сильный Харас против Гарена Гарен отдает флэш А ребята Отстают Все Это минус Миглейн У команды синих Игкарим спасается Бегстон на ультимейте Ну скорее всего Это все Это гг Ультует нами Нападают на Так Слушай Нет Нет Отгоняют Команда синих Красных От крипов Пытаются Тем временем Запармить Дает контроль Амуму Нападает И делает Даблкил 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 делает Азир Также делает Килл Израэль Небольшая Передышка Ну это все Все Команда синих Уже просто Грубо говоря Нечем Нечем Полировать У них осталось Саппорт Только И Гарен Они вряд ли Что-то смогут Сделать Сносится Первая башня Сносится Вторая И все Нападает На Гарена Пытается Отзонил От фонтана И команда Совместными Сидиями Убивает Красивый Последний Мув От Азира Очень Очень Классно Сделал Данный Игрок И давайте Смотреть Что у нас Там По Результатам Бездны Либо Релайку На замедление Непонятно Ну что-то Из этого Мне кажется Либо Замедление Либо Пробивание Хотя он Вроде Гарный Так Прошибал На ура Также у него Есть Морелон Микон Первым Предметом Получается Был собран Зуб На шура Вторым Шляпа Рободон Ботинки Были собраны Получается Тоже Вторым Предметом Ну я Как бы Ботинки Не читаю Как бы Просто Основные Предметы Вот Типа Вот Эти А ботинок Как Такой Который Предмет Который И так Понятно Что Будет Миджай Получается Как-то Так Сыграно Такая Вот Каточка Мне кажется Она Достойна Того Чтобы Попасть На Ютуб Человек Всем спасибо За внимание Всем хороших Игр И услышимся